Торжественные мероприятия по случаю Дня Знаний прошли в первый день осени и в Морском училище номер 3 Одесской Юрокадемии. В этом году учреждение отпраздновало свое 77-летие и, что немаловажно, показало высокие результаты вступительной кампании. Подробности праздника будущих моряков далее в сюжете. День Знаний отпраздновали и в Морском училище номер 3 Национального университета Одесская Юридическая Академия. В этом году ряды курсантов пополнили 100 амбициозных выпускников 9-х и 11-х классов, которые решили связать свою жизнь с морем. Что неудивительно, в Одессе практически каждая вторая семья так или иначе связана с морскими профессиями. День Знаний, день 1 сентября, день учебы, наверное, самый праздничный, самый такой яркий день, который заряжает энергией и позитивом на весь будущий учебный год и подальше. Знаете, в этом году, как никогда, всегда время сложное было, есть и будет, но, справляясь со всеми трудностями, в этом году мы набрали 100 курсантов. 100 курсантов, отличных молодцов ребят после школы, как после 9-го, так и после 11-го класса, на наши традиционные специальности матрос-моторист, моторист-машинист-токарь. Как вы видите, все счастливы, все довольны. Будем учиться, будем стараться, будем выходить на новый уровень, будем представлять наше государство на международной арене, будем гордиться нашими выпускниками. Ведь из года в год к нам приходят дети наших выпускников, внуки наших выпускников. Это славная, добрая морская традиция, которая подтверждает то, что в Одессе морской город, Украина морская держава. Поздравить новых курсантов пришел также и бывший директор морского училища, который полностью отдавался учебному заведению на протяжении 17 лет. Стать курсантом – это большая гордость. Вы уже курсанты. Я вас всех поздравляю и желаю вам крепкого здоровья и трудиться, трудиться и трудиться. А трудиться для того, чтобы вы были конкурентоспособны для поступления на флот, на мировой флот. В этот праздничный день вспоминают и об испытаниях, через которые прошло училище, чтобы готовить сегодня не только моряков, но и представителей рабочих профессий. Несколько лет назад судьба всего профессионально-технического образования в нашей стране и в регионе, в частности, висела на волоске. Руку помощи протянул президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Став структурным подразделением, юрокадемии, морское училище номер 3, можно сказать, обезопасило себя от штормов и ураганных ветров. Большое, огромное спасибо мы хотим выразить нашему лидеру, руководителю университета Сергею Васильевичу Кивалову. Благодаря его поддержке мы продолжаем делать наборы, мы продолжаем учить наших детей, мы беспокоимся о нашем населении. Ведь училище это всегда был и есть социальный проект, это возможность, которая открыта перед нашими детьми, реализовать их конституционное право на образование. Ему большое-пребольшое спасибо, что начали эти мальчики сюда поступать. В школу, как говорится, может быть они уже не хотели в 10-й, но зато они поступят сюда и будут заняты делом, получать специальность. И, конечно же, мы благодарны ему, что он это сделал, что отстоял это училище. Вступительная кампания в этом году была одной из самых сложных. Впервые за всю историю морское училище было лишено государственного заказа, и дети имели возможность поступать лишь на контрактную форму обучения. Согласно письму губернатора Одесской области, училищам было отказано в региональном заказе и финансировании, что фактически поставило руководство перед выбором, закрывать или нет эти, по сути, социальные проекты. Однако президент Одесской юридической академии нашел выход. И даже в таких условиях в этом году на первый курс морского училища номер 3 было зачислено около сотни курсантов. Таким образом удалось сохранить в училищах рабочие места, а детям дать возможность получить востребованную специальность. Я долго думал, куда поступить после 9 класса. Мне папа рассказал, что есть, ну и куда можно поступить. Он дал мне выбор или в морское академию морского училища, или на программиста, но мне не сильно нравится этот компьютер. И я выбрал морское училище. Здесь важна дисциплина, не надо врать, надо говорить всегда правду. Здесь можно получить хорошее образование. Мой папа ходит в море уже полжизни. По его совету пошел. Много знакомых здесь, которые учились. В училище большая репутация. И сделал выбор. Мне нравится атмосфера морская и все эти вещи. Не знаю, думаю, это от папы передалось. Поддержать будущих моряков пришли их родители. Выбор детей они полностью поддерживают. Я не просто поддерживаю, я несказанно радуюсь о том, что он сделал такой выбор, поскольку, как он уже отметил, что у него отец как бы в море, и у него есть достойные учители по жизни и по морю, и, в общем-то, отношения у них даже улучшатся. Мне кажется, своего рода как династия, и передача, и преемственность в семье состоится, а несказанно будет отец рад. К сожалению, отец сейчас в море, но как бы он посоветовал. И как складывается ситуация, я поняла, что выбор сделал очень правильно. И я очень радуюсь, и всем-всем желаю этой радости и вообще всех благ. Помимо выпускников девятых классов, решили связать свою жизнь с морем и юноши на два года старше. Они проходят ускоренный процесс обучения. Всего восемь месяцев занимает полноценный путь – от поступления до получения диплома. Очень много друзей семьи училась, поступила именно сюда, потому что здесь есть ускоренный курс, то есть после 11-го, и за год можно выйти мотористом. Так как ускоренная программа, то каждый день с 7.30 до более чем второй половины дня. То есть и физкультура, как и в большинстве учебных заведений, то, что половина может не ходить, здесь именно натаскивают. В этом году морское училище номер три отпраздновало свое 77-летие. За этот период усердно-эффективной работы из него вышли более 30 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых мотористы, матросы и токари. Многие из них также продолжили получать высшее образование и сейчас занимают должности капитанов, инженеров и механиков. Все новоиспеченные курсанты отмечают достойные условия обучения и говорят, что положительные отзывы от старших коллег сыграли важную роль в их выборе. Морское училище Национального университета Одесская юридическая академия предоставляет курсантам полную программу погружения в ту или иную специальность. Теория от квалифицированных педагогов, в том числе настоящих морских волков и производственная практика на море на специально оборудованных судах. После чего выпускники училища покидают учебные заведения полностью готовыми к востребованным профессиям.